Крит Крит – легендарный остров в самом сердце Средиземноморья. Славится своей природной красотой, своими преданиями и историей, а также продукцией, которую здесь производят. Всего в нескольких километрах от Кноса, там, где зародилась первая европейская культура, находится Союз Аграрных Компаньонов Пизы. Здесь, в долине, развиваются тесные отношения между землей, небом, ветром и людьми, которые вот уже 4000 лет занимаются производством двух основных продуктов этой местности – вина и оливкового масла. Эта земля благословила окрестные деревни на образование в 1933 году Союза Аграрных Компаньонов Пизы – великолепный пример совместных усилий 3000 семей из 20 деревень, направленных на процветание и благоденствие. Союз Аграрных Кроме основного своего занятия, которым является переработка плодов урожая, даруемого этой землей, Союз помогает своим членам-земледельцам и в других областях их деятельности, ходатайствует и помогает в подаче заявлений на получение различного рода пособий, сотрудничает с Аграрным Банком и предлагает банковские услуги, располагает в собственной химической лаборатории для проведения анализов оливкового масла и вина. Снабжает своих кооператоров всем необходимым для их профессиональных нужд сельскохозяйственной техникой, удобрениями, топливом, кормом для скота. Оливковое дерево Оливковое дерево имеет настолько большое значение в жизни жителей Крита, что с ним обращаются как с близким человеком. В замечательной книге о повседневной жизни островитян прошлого столетия писатель Панделис Привилакис описывает «Послеобеденное время» в Оливковом саду, где один молодой человек собирает урожай с оливкового дерева, а его бабушка дает ему совет. «Бей палкой, не причиняя боль дереву, и не забирай все дары его. Оставь немного плодов на нем, чтобы не обиделась. А когда дойдешь до верхушки, до самой густой ветки, срежь ее для убранства иконостаса». 4 тысячи гектаров этой плодородной земли заняты оливковыми деревьями. Сбор оливок – семейное дело. Длится он с ноября до февраля. Связь жителей Крита с этими деревьями такая же древняя, как и фрески к носу. Союз аграрных компаньонов Пизы насчитывает до 4,5 членов производителей оливкового масла, и годовая его выработка составляет около 5 тысяч тонн. Оливки собирают осторожно, традиционными способами, чтобы не повредить дерево. Урожай сдается в частные заводы Союза. Из оливковых ягод выжимается сок, оливковое масло. «Жидкое золото», как назвал его Гомер, такими же золотыми являются и награды за качество продукции Союза. В районе Пиза производят масло, которое имеет зарегистрированную марку по названию данной местности. Союз производит, оформляет и поставляет на рынок исключительно чистое оливковое масло первого холодного отжима. Это продукт, вкус, цвет и запах которого проверяются постоянно, и лаборатория следит за совершенством качества и чистоты масла. Оливковое масло богато витаминами А и Е, свободным холестерином, не имеет химических добавок, его изготавливают согласно предписаниям Европейского Союза. Это масло является краеугольным камнем известного критского питания, так благотворно влияющего на наше здоровье. По качеству оливковое масло, выпускаемое Союзом, находится среди лучших на мировом рынке. Современная упаковка «Тетропак» предохраняет продукт от солнца и света, тем самым еще в большей степени сохраняя его полезные качества. Чтобы сохранить ведущее место среди мировых производителей оливкового масла, Союз аграрных компаньонов ПИЗы установил систему управления качеством согласно мировому стандарту ISO 9001 и систему обеспечения гигиены продовольствия ISO 22000, ИФС и БИАРСИ – усилия Союза, направленные на биологически чистое культивирование оливковых деревьев. Никас Казанзакис, писатель-философ с мировым именем, происходит из Варварус, одной из деревень Союза. Он пишет в своей книге «Обращение к Альгреку» «Август для меня, когда я был ребенком, был самым любимым месяцем. Он приносит виноград, дыни, инжир. Я его назвал Святым Августом и от него просил исполнения всех моих желаний. Каждый год его я ждал, чтобы он пришел на виноградники Крита, выжил виноградные ягоды и сделал из них вино. Говорил, что только Святой Август может совершить это чудо. Я мечтал как-нибудь встретить его и попросить его раскрыть мне эту тайну. Как незрелые ягоды превращаются в виноград? Виноград в вино. Вино пьют люди и пьянеют. Почему пьянеют? Однажды я спросил об этом своего отца. И тот, посмотрев на меня строго, ответил, «Тебе этого еще не понять». В долине Пиза выращивают лозы, имеющие вековую историю. Сорта известны еще с Минойской эпохи. Виноградники округа занимают площадь более 2000 гектаров. Здесь собирают около 23 тысяч тонн винограда, который идет, главным образом, на изготовление вина. Опыт и знания, накопленные веками, прокладывают путь методом, которым следуют земледельцы, заботящиеся круглый год о виноградниках, чтобы в августе и сентябре собрать уникальные сорта, выращиваемые в долине. Каждый сорт со своими свойствами. Сорт Коцефали и Монтеллари пригодны для изготовления красного вина. Сорт Вилана для белого. Благодаря Союзу в последние годы культивируются и другие сорта для обогащения вкуса вина. Такие сорта, как Шардоне, Сера, Каберне, Фрапсафири и другие. Забота о качестве вина начинается в поле. Однако труд аграрников был бы напрасен, если бы не было Союза аграрных компаньонов ПИЗы, которые заботятся о правильном оформлении, распределении и выдвижении продукта на рынок. Союз, имея в своем составе специалистов и агрономов, применяя винодельческие технологические знания, улучшает методы культивирования, помогая этим традиционным сортам винограда дать все лучшее из своего содержимого вину высшего качества с названием по месту происхождения ВИКЮПИ-АР-ДИ. С XVI века критские вина известны на территории Европы и в наши дни в большом количестве экспортируются на европейский рынок. Вины из предместия Ераклеона традиционно получали высокую оценку. Французский путешественник Турнефор, когда приехал на Крит в 1699 году, писал «Прекрасные вина, красный, белый, типа Бордо, с изумительным ароматом, который вызывает презрение ко всем другим винам у всех тех, кто впервые попробует вино Хондака». Сегодня в Союзе Пиза бутилируют около 10 тысяч тонн вина, и здесь также используется упаковка Тетра Пак, которая популярна за удобство транспортировки и употребления. Еще один день в Союзе Пиза подходит к концу, и бутылки с исключительным вином и оливковым маслом проходят перед вами по линии конвейера. Включается свет, и сейчас у вас будет возможность попробовать эти поэмы Критской земли «Оливковое масло и вино». Попробуйте и решите сами. На экране вы видели только часть производства. Результат взаимодействия благодатной земли, великолепного климата, ласкового солнца, тысячелетий истории и упорного труда людей сохранится в вашей памяти незабываемым вкусом и ароматом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова